Системные требования для Autodesk 3ds Max 2018 года выпуска. Давайте обратимся к официальному сайту Autodesk для того, чтобы выяснить, что необходимо для того, чтобы установить данный программный продукт. Заходим в раздел системных требований Autodesk 3ds Max и видим первую часть, где описано, что Autodesk 3ds Max 2018 поддерживается только операционными системами 64-битными. Далее мы с вами видим вид операционных систем Microsoft, минимальная система Windows 7 Service Pack M1. Ну и далее все остальные операционные системы компании Microsoft соответственно поддерживаются данным программным продуктом. В качестве браузера рекомендуется использовать Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox или Microsoft Internet Explorer. По оборудованию необходимо 64-битный Intel или AMD многоядерный процессор. Также система Render, которая была относительно недавно разработана, называется Arnold, требует для своей работы, соответственно, SSE 4.1. Это набор программ, которые вшиты в процессор для обработки сложных расчетов. Графические ускорители, которые необходимы, естественно, желательно, чтобы это была внешняя, а не встроенная видеокарта и имела на борту больше чем 500 МБ операционной памяти. Оперативная память. Минимально 4 ГБ. Рекомендуется больше 8 ГБ операционной памяти. Дисковое пространство. Для установки данного программного продукта необходимо 6 ГБ свободного дискового пространства. Манипулятор рекомендуется трёхкнопочная мышь. Как мы видим, ориентироваться лучше всего... Я выскорю частное мнение на системы с процессорами от компании Intel. Естественно, желательно, чтобы процессор был полноценным, а не урезанная версия. То есть Intel Core 2 Quad 3, 5, 7, 9 и так далее. Это был бы оптимальный вариант. Но, как вы можете заметить, в моей операционной системе стоит... Прошу прощения, в моём системном блоке стоит процессор Xeon 4-ядерный, которому 15 лет. То есть первоначально эта система была двухъядерной. Даже на двухъядерных системах работа данного программного продукта была как бы возможна, но являлась очень некомфортной. Значит, в принципе, можно собрать уценённый вариант системного блока на базе процессоров Xeon или Core 2 Quad 4-ядерных полноценных процессоров с 8 ГБ оперативной памяти. За 100 долларов США. На момент создания этого видеоролика, это у нас было 8 марта 2018 года. То есть системный блок можно было собрать за такую вот сумму. Для комфортной работы мне хватает компьютера, который был собран более 10 лет тому назад. И, как вы можете наблюдать, работа в 3D Max является достаточно терпимой, скажем так. Рассмотрим, откуда брать можно данный программный продукт. Естественно, мы посмотрим на официальный сайт Microsoft, прошу прощения, Autodesk. И зайдём в пункт меню скачивания, где здесь предлагается загрузить временный вариант данного программного продукта, который будет полнофункционально работать в течение 30 дней. Также напоминаю, что для студентов и преподавателей есть возможность получения бесплатной лицензии. На этом сайте необходимо зарегистрироваться. Вы можете получить ключи лицензионные. Если у нас с вами техника является не самой новой, может быть вариант, когда после того, как запуск 3D Max осуществляется, у нас не отображается ничего в видовых окнах в принципе, либо что-то есть, но, допустим, сетка не отображается. В 3D Max в настройках видовых экранов вы можете вид используемого драйвера вывода на экран графической информации. Естественно, рекомендуемые самые последние достижения, которые поддерживаются передовыми и новыми видеоадаптерами. Но всегда можно использовать аппаратное или OpenGL вывод на экран, за счет чего можно работать с данными программными продуктами даже на старом оборудовании. Для более комфортной работы также рекомендуется использование твердотельного накопителя SSD в качестве устройства для установки, хранения и запуска как и операционной системы, так и самой программы 3D Max. Благодарю за внимание.